Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 марта. Вот сейчас я собралась делать опрыскивание баклажаном, перцем, томатом, опрыскивание янтарной кислотой. И раз уж я их сюда принесла, я сразу отвечу на вопрос, который очень часто задают начинающие огородники. Я вот когда распекировала баклажаны и перцы в 200 граммовые стаканчики, какое-то время они растут в стаканах. И многие люди спрашивают, когда начинать перевалку в более большой объем, потому что обычно перцы и баклажаны мы сеем же пораньше. И все-таки тот, кто выращивает через пикировку, им приходится переваливать в стаканчик большего объема. Я изначально распекировала в стаканы 200 граммовые. Вот, 200 граммовый стакан. Как узнать, когда пора его пересаживать? Ну тут, вот глядя вот на этого красавца, видно, что его уже нужно было пересаживать еще вчера. А вообще у меня такое правило. Как только в лотках вот эти растения сомкнутся, короче принцип такой же, как с томатами. Как только листьев будет столько, что они начнут друг другу мешать и загораживать, как только они сомкнутся, как только корневая система рассады освоит уже весь объем стаканчика, это уже явный признак, что его нужно переваливать в большой стакан. Мне вот сейчас это нужно делать, я буду переваливать стаканы 500 миллилитров. А вообще, если бы он был посеян чуть-чуть попозже, вот в таком состоянии его можно было бы уже высадить на постоянное место, я хочу вот этого великана, который у меня без названия сорта, у меня просто о сорте написано красный крупный, несколько сортов я для себя выращиваю, я его хочу высадить вместе с томатами для получения супер раннего урожая, поэтому я его не переваливаю, несмотря на то, что у него уже корневая система пищит, пересади меня в большой стакан, мне осталось 4 дня подождать, я его высажу сразу в теплицу. А вообще принцип такой, да, листья сомкнулись, корневая система видна по всему периметру стакана, значит пора переваливать в больший горшочек. Все, до свидания.